30 лет – много это или мало? В масштабах вселенной 30 лет – это только миг, но вот для возраста образовательного учреждения дата солидная. В 1986 году в Ленинске-Кузнецком открыла школу номер 8. Сегодня образование здесь получают почти 1300 школьников. Многие из них победители различных конкурсов, олимпиад и фестивалей. Каждый год школа выпускает серебряных и золотых медалистов. Прежде всего, это, конечно, заслуга опытных педагогов, 10 из которых работают в школе с момента ее основания. Школа как бы всегда, ну, входит, скажем так, в пятерку, наверное, лучших образовательных учреждений города. И это действительно гордость школы. Ежегодно мы принимаем активное участие в городских, то есть во Всероссийской олимпиаде школьников, в муниципальном этапе. У нас есть победители, есть призеры. Вот за прошедший год 21 ребенок стал победителями, стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Есть дети, вот в частности, три ребенка у нас заняли первые места. В олимпиаде это физическая культура, ОБЖ, английский язык. Эти дети представляли как бы город на области. Залог успеха школьников, конечно же, заключается в условиях обучения. За последние шесть лет здание школы значительно похорошело. Произведен капитальный ремонт кровли. Плоская крыша с мягким покрытием была заменена на скатную. След крыши полностью заменили электричество и отремонтировали кабинеты третьего этажа. Затем, в своей очереди, дождалась и столовая. После полной реконструкции она теперь одна из лучших в городе. Здесь в комбинате школьного питания готовят полуфабрикаты для всех образовательных учреждений Ленинска. Столовую построили. Следующим этапом стала закупка оборудования. Оборудование в столовой стоит только на 8, более 8 миллионов только оборудование куплено. Для нас, конечно, это было все новое. Эти пара конвектоматы, которые там привезли, эти всякие печи и так далее. То есть эти стомесы, то есть все такое вот усовершенствованное. Таким образом, мы как бы пришли к тому, что создали вот эту муниципальную тоже бюджетную вот эту вот организацию, которая называется школьно-базовая столовая. Сегодня там работает больше 20 человек штата в ШБС, значит, свой собственный руководитель в столовой. И они готовят полуфабрикаты для других образовательных учреждений нашего города. Замечательная идея, хорошая. Надо работать дальше, развивать в этом направлении. В этом году ведется внутренний ремонт малого спортзала. А к 30 сентября 8-я школа преобразится и снаружи. Образовательное учреждение будет огорожено новым забором. У нас будет стоять полностью новый забор. Школа будет огорожена с трех сторон, за исключением вот этого строительного забора вдоль вот этих вновь строящихся домов. На что администрация Ленинско-Кузнецкого городского округа, потом, после того, как будет все это достроено, конечно, это будет все здесь благоустройством заниматься. Ну и мы надеемся, что и последняя сторона забора нашего образовательного учреждения, она тоже появится. Планов на новый учебный год, как говорит руководитель школы Громадье. Он пройдет под знаком юбилея, и на протяжении всего года еще не раз прозвучат имена ее учеников, рассказы об ее истории, своего рода подведения итогов третьего десятилетия.